привет да друзья всем привет приехали на объект у нас такая задача есть вот такая вот ванна мы уже здесь кстати вот этот смеситель у нас который с дергалкой вниз который включается вот такая ванна и здесь нужно установить шторку гармошкой она будет такая вот шторка но прежде чем это сделать здесь вот такой вот силикон вот она такие вот щели образовались вот он отошел что-то с ним или ванна просила или так просили конили нам его сейчас весь этот силикон короче срезать установить эту шторку гармошкой или там не зая кстати и даже еще не видел и не значит все это дело засиликонить сейчас мы это все будем вычищать мишка он уже короче готовится взял острый нож лезвие надо поменять лезвие у нас олпа чтобы хорошо срезались учета последний раз заказали лезвие на озоне вроде бы дешевле а что-то по качеству как-то они нас не очень устраивают вот она эта шторка 10 лежит мы даже еще не открывали не смотрели что это такое чем и попробуем давай вытащить ее ну хотя бы так визуально глянуть как она выглядит вот такая здесь люстра прикольно тоже мы ее вешали кстати ну не сказать что прям ярко светит но выглядит круто так современненько да ну чё давай вытянем посмотрим чудом с ней такое вот такая вот на картинке на картинке она стоит ну по-моему она нормально лежала нет вот этого не открывает вот это не тут проклеена короче вот такая вот модель что и тут у нас так ну чё начнется сначала делать а потом инструкцию будем читать слушай мне ванны надо подготовить для силикона ну хотя просто посмотреть пока что у нас мы еще такую ни разу не делали делали что-то наподобие с этой сталкиваемся первый раз поэтому по факту что он будет получаться у нас то в принципе вы увидите всего три самореза крепления 3 но это вот та часть которую вот именно к стене там скорее всего 1 вот тут направляющая она и крепится смотри какие механизмы тут начинаем собирать что него делать потом что-то идет не так после этого начинаем читать инструкцию так две направляющие все я нашла ладно однако ванна и смотря на и как-то крепится или или клеится вот это вот видно что присверливается я думаю ничего сложного в принципе но тут это там получается будет кататься до приклеиваются короче сейчас разберемся по море вот такая есть вот какая-то штуковина чуть такое это вот она она палочка вот она это она в нее заглушки вставляются сюда какие-то вот к стене такая так стене вот они как раз эти три крепежа вот это назад на круглой частью наверно ружу для красоты и все разберемся да да все больше ничего нет ничего нет все сейчас короче подготавливаю ванну срезаем силикон вот кстати здесь мы делали эту подсветочку вот она красота вот так короче вот она ванна металлическая обложена плиткой все еще все срежем обработан обезжиривать шнурки можно сделать из них для красавок вот как у меня вот такие вот шнурки вот обрезиновое чтобы удобно было одевать развязывать ничего не надо все очень удобно все проявись почему так легко вылез потому что не было обезжирена правильно и получается герметик силиконом как бы не пристанет не приклеился до песок это все надо протирать сначала влажной тряпкой потом сухой тряпкой потом обрабатывать обезжиривателем и вот такой вот берем вот бензин галоша все как бы четко вы это вы испаряется очень быстро и все супер а герметизируем вот такой вот силиконовый затирка цириси тут баллон 1000 рублей такой стоит у нас там на озоне может быть чуть дешевле можно заказать но силикон какой-то дешевый был да как ты определяешь она потрогал это весь пыльный ну пыльный ты тоже он не умер не в составе же его пыль так как ты пределишь но я определяю тем что он срезается очень легко на хорошие силиконы это мучение вычистить а здесь за два прохода так бывает жидкими гвоздями герметизирует блин вот это конечно когда бывает нарываешься вот где-то тасс конечно там лезвие только ломать эти три-четыре лезвия ломается сразу прям если конечно пылесос есть лучше всю эту пыль пылесосом оттуда высосать более лучше такой так чуть силикон сняли сейчас все эти туши торчат и до 10 убирать потому что это все будет потом мешать только тряпочка до жесткой тряпкой на сухую она счищается вот эти остатки которые остаются кусочек ну что все лишь все вычистил всемешь вычистить остатки сейчас соберешься все чистенько так мы хотим силиконить ее после того как будет ставить шторка но вот это место мы сейчас замажем немножко вот досюда силикон и все так что вы могли эту рейку уже поставить не боятся все 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 обезжирить час или потом ну хотя вот это место где сейчас будем подмазывать а потом уже еще раз пройдемся обезжиривать закончу полностью но сразу сразу пройдешься да и потом еще раз буду еще раз еще раз и потом еще раз хочу пойдем разберемся с этой со шторкой вот у нас вот это получается это нижняя часть шланг какой-то это вот эта часть вот ее вот это вот это будет как бы по ванной идти как дворник да все это у нас нижняя часть это у нас верхняя значит получается она у нас будет вот эта часть у нас пойдет к стене это миш поближе и она вся будет собираться и прижиматься от этой стенки к правой все с этим разобрались все пусть она стоит не упадет вот так вроде не должна да значит что у нас получается у лучше опустим ну давай ладно когда уже упадет будет поздно на уже думать все она нам пока не нужно вот у нас вот такая вот речка мы думали куда вот она получается здесь она приклеивается на ванну это самый вот последний штрих как говорится изюминка на торте вот она будет здесь вот эти две заглушки у меня идет но она нужна для того чтобы был ориентир куда нам прикручивать основную направляющую вот она сюда идет а это вторая все у нас вот она у нас будет крепиться уже на силикон и будет она внахлёст на этот уголок ну вернее направо на как ограничитель да она ограничитель чтобы она упиралась шторка не уходила дальше из ванны ну чтобы она при открытии получается сюда не уходила чтобы она вот ее раздвинул клоп прижал и она вот эта штука фиксирует не знаю конечно насколько хорошо бы удержать ее силикон к ванной я бы конечно бы лучше вы ее прикрутил саморезиком но раз здесь нарисовано что филикона но мы все обезжирим сделаем как положено и все будет хорошо так крепление все понятно ладно так все не тянем резину где у нас профиль направляющим нам нужно значит уровень лучше ее еще раз приклеить если что да приклеим с чистим обезжирим приклеим всего она получается вот так ляжет вот хлоп сюда мы этим потом двухсторонкой или маляркой здесь как бы кривая вообще там уклон туда и прочего нам нужно будет я вот так не минул не двухсторонкой маляр когда все правильно но это в конце вот она штуковина я думаю загогулина пойдет наружу мне кажется вот это закругление она играют как бы декоративную часть декоративную роль здесь просто прямой профиль мир здесь ничего такого не нарисован крепежи будем использовать которые идут оригинальная возьми маркер больше это так еще уровень поставим приблизительно вот эту штуку вот так сюда и клеить вот так можно туда воткнуть можно сюда сделаем ее вот так да смотри все вот так вот хочешь можешь штуку еще вправо сместить еще мне кажется не надо ну все все уровень выводим уровень есть маркер отметки можно еще сюда силикончик добавить когда будем прикручивать хотя в инструкции этого нет но мы добавим ну мы добавим подстрахуемся смотри зайдут из нержавейки пробочки так себе ну блин я думаю она рассчитана посмотрим как они будут затягиваться если что заменим на рыжие на слое стена гипсовая нужно гипсовая кабина я так понимаю кабина да что такое да кабина гипсовая целиковая которая краном просто опускается ставится уже по мере строительства сама кабина собирается отдельно в другом предприятии есть там я рыжие если что положил но не как-то давай рыжий все-таки самая надежная наши проверенные рыжие говорят там надо резиновым молоточком я эту грань чувствую до какого момента бить я же не забиваю за под лицо и все вернее есть она срезается остатки потом раз и срезаются все готова уже уже почти закончили слушать теперь давай пройдусь везде обезжиривателем обезжиривателем да да все значит у нас кладем саморезы готовим ну давай чем все до вас еще раз осушиваем и уже с силиконом перекручиваем саму эту рейку миша поставим вот тоже по этому месту пройдись вот так вот вниз вверх но сверху вниз да да то что приклеилось получше ну что здесь сразу сделаем потом уже сюда как бы не возвращаться ну что мы сейчас закроем уж потом туда не сможем подвезть все хотел вот этот кусочек я колпачок нашли шпатель под рулетками куда второй делся ну возможно этот герметик здесь не нужен ну мы сделаем мало ли мало ли нужен вступает есть смотри такие туда мощная на силу наоборот ты молчишь я тут косячу во все я там у тебя все под контролем я тебя проверял правилку проверку не прошел так чё она пока все видит хорошо есть есть жестко-жёстко что у нас тут снизу все крепко можно было там по измени силиконить по сути ты же здесь моешься туда же вода не летит правильно но пусть сделали 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 все сейчас получается у нас какая задача сейчас эту шторку пошли за ней подготовить сверло сколько здесь крепежек идет вот одна а ты тут доставал что-то упало ну вот она сейчас только что я поднял получается здесь только два два сморезика только надо и здесь два отверстия сбоку они уже даже сделано ну а значит мы все правильно сделали надо то что к закруглением наружу да интуиция сработала не подвела да теперь нужно подобрать сверло там написано что сверло нужно использовать три с половиной комплекте конечно же его нету я так понимаю что три с половиной это вот это похоже троечку что тут написано тройка я могу ценаем посмотрим что на как какое на серу но не хотелось бы что сейчас лохануться с этим отверстием потом о 32 значит если мы тройка просверлим будет нормально на отлично будет это у нас тройка вот 30 все берем и ты сам возьмешь да я то здесь оператор здесь нужно пленочку снять как на телефоне ничего с богом ну такая-то она тяжеленькая так давай так один край сейчас туда вот оп сюда подожди постой до конца и все до конца она уперлась теперь нужно сверлить сверлить вроде бы она стоит вот и лишь придержи чуть чуть-чуть тогда есть 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 крутим самое давай есть есть все заглушечки заглушечки вот . молоток опа не идет так что ей надо слушай может быть я эти неправильно вставил нет здесь не узнали вставилось о все ну что что у нас получается так вот она у нас да делается все вот к этой рейке она получается прижимается не подумал так так вот так она слушай ну это каждый раз да так ее поставила нужно именно все и вот так вот она получается в таком положении все осталось только ее приклеить и просиликонить готово все давай так ну это значит просто привыкнуть с какой начинать складывать там с этой с этой ну и все это дело уже привычки ты уже будешь знать наружу или вовнутрь все здесь у нас можно и вот так а мы хотят вот так рейка будет мешать да ну а сейчас как раз нам нам все вот эти стружки убирать мешать сейчас всю стружку тогда убираем отсюда давай еще раз все это дело здесь пыль выдуваем и обклеиваем скотчем и герметизируем держи все почти закончили так ну что герметизацию закончили все ванна теперь как новенькая все красиво мне нравится как говорится я бы себе так же сделал все сейчас все собираем все лишнее убираем тогда инструмент весь мусор все собираем все чтобы последний этот штрих сделать уже и как говорится заканчиваем уже с этим делом силикон все там вообще прям граммулька осталось ну наверное выбросим да остатки не будем короче забирать их а то и так в машине этого всего добра уже делать некуда силикон это нам сейчас пригодится ну что Миш что нам надо двухсторон куда малярный ой что я их постоянно путаю малярный скотч будем еще обезжиривать ну я проходил уже все получается значит что мы делаем сейчас мы ее вот так шторку загибаем проходил да может еще разок ты вот этой тряпочкой да я просто рукой сейчас провел свел на нет той трубы сейчас еще раз все чем галоша хорошо она быстро выветривается и мы ее вот так вот прямо раз скотчем два скотчем я думаю знаешь что я сейчас ее все это дело нанесу приложу ну в принципе я ее салаги малярка взял все она здесь здесь лишняя вылезет да сюда наружу ну то что вылезет в принципе при следующем визите можно будет ножичком все это дело срезать поправить ну да ну чтоб сейчас по ванной силикона не размазывать все вот он выпирает получается все необходимый слой все здесь значит что мы делаем ну что отсюда от этого места или от этого ну смотри сам мне кажется здесь вообще как бы в принципе без разницы давай вот так или там грязь может собираться так тоже да в принципе никуда от нее не денешься давай вот так вылазит да прижимай пальцем проводи слушай можно острой частью этого как он шпателя ну да шпателек вот есть острая частью ну что точно так ну туда я не смогу подвезти хотя бы куда могу о снимает там все нормально ну и все хорошо получилось чутенько может не клеить его не приклеим с фазерной поплывет еще что-нибудь уже наверняка обидно будет да ну подержи этот край чуть-чуть так чуть-чуть подстраховаться ну а тут не надо я думаю все все готово готово ну все так оставим ну что друзья все вот так вот получилось вот такой небольшой заказик все сделали все ну вроде как по инструкции я надеюсь что все будет работать долго и нудно за эту работу за общую мы возьмем пять тысяч ну и плюс материал баллон силикона стоит тысяча рублей но так как мы использовали пол баллона у нас просто была половина мы уже покупали на другой объект возьмем пятьсот рублей грубо говоря пять тысяч и пятьсот рублей вместе с материалом но если вам нравится наше видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии пишите комментарии пишите комментарии как бы вы бы это сделали свои какие-то предложения рекомендации ну а что всем удачи и пока спасибо что вы с нами пока пока все пока поехали дальше